Всем привет! Привет! А с вами Янки Булочка. И сегодня хотелось бы обсудить такую конспирологическую теорию, что мятеж это был постановочный. То есть это все неправда, это все договорняк, мы обсудим откуда здесь растут ноги и приведем какие-то доводы за и против этой версии. Это все США. It's fake, phony, fake. Выключаем. Ну, поехали. После того, как мятеж закончился, неудача. Есть разные мнения. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Но мы сегодня это обсуждать не будем. Мы будем обсуждать ту версию, которая, по моему мнению, была вброшена Кремлем, что якобы весь мятеж был постановочный. Якобы, что такое не может происходить. И это все была постанова. Несмотря на то, что это идет в разрез с основной пропагандой Кремля, о том, что якобы Путин молодец, он на лихом коне, он всех победил, также вброшена вот эта вот версия про постановку. И Кремль очень часто так делает. Если вы посмотрите на всякие факапы, которые происходили, да, вот этих у кремлевских заседателей, они вбрасывали множество разных версий и таким образом просто запутывали людей. То есть люди не понимали, что происходит. Даже сейчас, вот там, сегодня в Твиттере, версия Киселева или Соловьева, я уже не помню, что вначале он говорил, что Пригожин не дошел до Москвы, потому что у них кончился бензин. Это у Киселева было. У Киселева. То уже сегодня, там, вчера, когда у него там передача вышла, он уже другую тему говорил, почему Пригожин не дошел. Ну, в общем, может быть, когда он там в следующий раз выпустит, будет третья версия, так сказать, уже более такая отточенная для народа. Я хочу сказать, что у кремлевских пропагандистов получилось проникнуть в головы людям, которые не смотрят телевизор. Например, я узнала о том, что эта версия широко в интернете обсуждается, ну, во-первых, из комментариев под нашим первым видео, да, про мятеж. Во-вторых, от моих родителей, которые телевизор не смотрят вообще. Никакие там YouTube-каналы пропагандистов, они не смотрят вообще. Но что-то они все-таки смотрят. Что-то они смотрят. Но не признаются. Не признаются. И эта пропаганда, она проникает к ним. То есть иногда я смотрю обзоры пропаганды по телевизору, там зомбоящик, другие обзорщики делают обзоры пропаганды, да, российской. Вот, и когда мне мои родители что-то рассказывают, я говорю, ребят, ну, как бы, это пропаганда. Вы повторяете все то же самое, что и повторяют пропагандисты. Они говорят, нет, неправда, мы же не смотрим телевизор. Это только мы придумали, только мы так думаем. Вот, в общем, ребят, мои родители подсказали мне канал, на котором они услышали доводы в пользу того, что мне тоже была постанова. Это канал Psychotechnology. Ну, так наши беспалево называются. Канал Psychotechnology. По-английски написано. И мне есть Сергей Переслегин. Сергей Переслегин, который является критиком, литератором и фантастом. Ну, собственно говоря, неплохо придумывает истории. Фантаст, ну, блин. Вот. Он прямо топит за победу России, оправдывает убийство украинцев. Ну, в общем, милейший профессор, ничего не скажешь. Вот. В общем, он там рассказывает, что, почему он думает, мятеж был неправда, постановочный и договорником. Значит, рассмотрим мотивы, да? Ну, когда люди договариваются, о чем-то у них должны быть мотивы. Цель, которую они преследуют. Да. Якобы целью, которую преследовали, значит, Путин и Пригожин, потому что, по идее, они должны быть оба бенефициара этого договорника. Ну, да. Да. Вот. Чистка элит. Чтобы посмотреть, кто убежит. Кто за, кто против. А кто не убежит. Я так хочу сказать, что у Путина не такой уж большой выбор элит. То есть, если эти убегут, других у него не будет. Они и так, понятное дело, замазаны всей одной кровью. То есть, ну, никто новый не придет. Эти отебежать некуда. А куда убегать? Куда убегать всем этим? Олигархам, так сказать. В Дубае или там в Северную Корею, кто что любит. Ну, да. Тогда в данном случае Дубай получше, чем в Северной Корее. Ну, в общем, если элиты разбегутся от Путина, у него не останется никого. Поэтому я не думаю, что он хотел проводить такую проверку. Второе противоречие мотиву как бы договорника. То, что оба должны быть бенефициарами этого, да. Но по факту не Путин, не бенефициар, потому что он обосрался перед всем миром. Не Пригожин, тем более. То есть, сейчас империя вот эта Пригожина. Там медиа, ресторан и все. Ну да, типа все закрывается. Это уничтожается, закрывается. То есть, он стирается из истории. Там останется он в живых или не в живых, это неизвестно. И даже по пропагандистским каналам тоже начинают говорить о том, что там они какие-то города брали дольше, чем нужно. Что начинают, так сказать, тему о том, что ЧВК слишком превознесли их заслуги. Что это все не так. И самое интересное, что Путин признался, что ЧВК это не ЧВК. Потому что ЧВК это частная военная компания. Если военная компания не существует на деньги частных лиц, она не частная. Это просто часть армии. Если вы снабжаете каких-то отдельных головорезов из государственного бюджета, из денег налогоплательщиков, то это просто часть армии. Это никакая не частная военная компания. Просто вы прикрывались, чтобы делать свои делишки в Сирии, в Африке. И вам за это ничего не было. Говорят, мы ни при чем. Мы вообще не знаем, кто это. Какая-то частная военная компания. Путин вначале говорит, что нет, я ничего не знаю о них. А теперь говорит, что уже не один год они спонсировали ЧВК. Да, спонсируют и называют какие-то цифры, денег, которые они передали. Ну, это, может, цифры для народу, что, типа, смотрите, как много. Важно, цифры внушительные. Я думаю, что, да, там, приличность бюджета им перепадала. Ну, там, и госконтракты, и все остальное прочее. Не тезис о том, что чистка элиты намечается. Не тезис о том, что, как бы, два человека, которые договариваются, должны получить пользу от этого договора. То есть, ущерб нанесен и тому, и другому. Режим Путина нанесен ущерб достаточно серьезный. То есть, это неизвестно еще, чем это кончится. Да, Пригожину, ну, как бы, ну, как бы все. Вот, можно сказать, что Пригожина больше нет. Третья противоречия этой версии. То, что были уничтожены, оказывается, сначала говорили, три вертолета, потом что-то четыре. Ну, там, да. Около восьми бортов было уничтожено. Ну, как, восемь бортов было уничтожено. Вертолеты, вот этот вот самолет какой-то редкий с электроникой на борту и большим экипажем. То есть, погибли летчики ни за что, ни про что. Уничтожена военная техника. Как бы, ради чего? Ради чистки элит? Ну, камон. У Путина на каждого чувака из этих элит лежит папочка с компроматом. Если он захочет кого-то убрать и проверить, он и так это сможет сделать. Ему не обязательно устраивать такой спектакль, терять свою репутацию полностью. Как бы терять, там, часть своей армии, потому что вот эти вот... Белорезы, куда они делись, и вообще непонятно, кто в Белоруссию уехал, кто-то куда. Вот, будут они в армии или нет, неизвестно. Конечно, мы за то, чтобы война с Украиной закончилась, но с точки зрения, как бы, военной науки, это вообще невыгодно. Тем более, что он сказал, что часть танков будет передана теперь золотом. Да, жизнь по ничему не учит. Такой, ну вот, один меня предал, вот тот меня точно не предаст. Все будет, как бы, хорошо. И часть танков, которые должны быть на фронте, он, соответственно, передаст внутренним силам, чтобы больше маршем до Москвы никто не дошел. Вот, поэтому, ребят, это не было с точки зрения цели. Как бы, цель была ничтожная, неоправданная, да. Не с точки зрения выгоды обеих сторон, не с точки зрения потерь, которые понесла, ну, как бы, и человеческих, и репутационных, и потерь техники. То есть, ни с какой точки зрения это не было выгодно. Но, как бы, наш профессор, вот этот, как это, переселить, ну, неважно, он льет воду и говорит, ну, что вы, это настолько было театрально сделано, это слишком было театрально, чтобы быть правдой. Но, ребят, каждое такое событие, которое выбивается из реальности, да, когда оно происходит, оно выглядит театрально. Вообще, видели, что оно створилось 6 января? Когда роднеки карабкались по Капитолию и захватывали его. Вот это было театрально. Но никто же не говорит, что это было постаново. Поэтому о театральности тут говорить нечего. Любое такое событие, оно выглядит театрально, потому что оно не происходит каждый день. И он еще там сказал, что, типа, Пригожин мог бы совершить военный мятеж, но он бы сделал это не так. А как? По-другому. Иначе. Иначе. Не так. Вот. Он бы сделал его не так. Как? Неизвестно. По-моему, он достаточно все успешно сделал. То есть он захватил два крупных города и сбил кучу военной техники и пошел маршем на Москву. Да? И его не могли остановить, перекапывали дороги. Ну да, перекапывали дороги, ставили КамАЗы с автобусами. И там в Москве только начали, показывали кадр, что они там мешки с каким-то говном перетаскивают. Ну, строят укрепление. Ну, короче. Это устанавливают пулеметное гнездо. Пулеметное гнездо. Под Москвой. В общем, если у вас есть еще какие-то доводы в пользу того, что это была постановка, кроме тех, которые мы перечислили, пишите, пожалуйста, в комментариях. Без оскорблений. Без оскорблений авторов этого видео. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будьте с нами, друзья. До новых встреч. Ты забыл сказать, что надо подписываться на Инстаграм. Ах, и Инстаграм где-то здесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok